Я могу не поставить пумпу 30 километров из города. Танк, но в половину поля. Ты слышишь, если только бензин демпфы остаются. Малыш просто чудо. Ему шесть месяцев, а он уже умеет считать. Но это похоже на счет. Его лепят пока сложно разобрать. Я думала, ты не хочешь детей. Ты так боялся. Да. Но знаешь, иногда то, чего нам не хочется, оказывается тем, что нам нужно больше всего. Что мне сейчас действительно нужно, так это повышение. Я волнуюсь за тебя. Быть копом это работа, а не стиль жизни. Мой отец был детективом. Три моих брата и оба дяди полицейские. У меня не было выбора. Мне это досталось по наследству. Давай за ним. Проверь номера. Офицер. Ваши документы? Наверное, я попался на том спуске. Иногда перестаешь чувствовать скорость и... Просто дайте мне ваши документы. Я оставил бумажник в других брюках. С какой скоростью я ехал? Ваша скорость 135 миль в час. Не может быть. Я никогда не езжу выше 120. В любом случае, спасибо за предупреждение. Вам придется явиться в суд. Послушайте, офицер... Вестлейк. Красивое имя. Дело в том, что это не просто машина. Неужели? Да, мэм, у нее тоже есть характер. Вы не просто управляете ей, вы с ней сливаетесь. Но иногда она отказывается вас слушаться, и... Вы ведь никогда не ездили на таком? Нет, сэр, не приходилось. Оставайтесь в машине. У меня мало времени. Он выяснял отношения со своей машиной. Сто очков за оригинальность. Я уже сделал запрос. О, Боже. Разшевели их. Жентльмены, у нас мало времени. Он всегда там, где нарушают закон. Что это такое? Это достижение технологии 21 века. Как он появился? Это строжайшая тайна. Существует ли он? Этому нет официального подтверждения. И все же он существует. Совершенное оружие для несовершенного будущего. Змей. Взрываем! Быстрее! Быстрее! Что значит информация первой степени секретности? То же, что и дипломатическая неприкосновенность. Этот парень посол, что ли? Сейчас разберемся. Сделай запрос еще раз. Как скажешь. Я осознаюсь, что нес полный бред. Просто у меня сестра в больнице рожает. Хотел успеть добраться, пока еще пускают и... Ария, это необходимо? Выйдите из машины. Живо! Руки на машину. Может, объясните, в чем дело? Мы сделали запрос. Это оказалась сверхсекретная информация. Я польщен. Сверхсекретная? Я хочу выяснить, почему. Вам это не удастся. Почему? Если я скажу, мне придется убить вас... Это шутка. Думаю, в камере вам расхочется шутить. Вестлинг, у нас тревога номер девять. Ограбление. Где? Головной офис Центрального банка. Там творится что-то невообразимое. Поехали. Подождите, куда вы? Если я скажу, мне придется вас убить. Вы не можете просто бросить меня здесь? Парень, хочешь пять баксов заработать? Копы прибыли точно по графику. Пора сматываться, пока не подоспело подкрепление. Копы прибыли. База, мы на месте. Офицер ранен. Пришлите подкрепление. Машин пять. Хотя, давайте все, что есть. Бесполезно. Надо ждать подкрепление. Нельзя позволить ему уйти. Вестлинг. 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ненавижу оружие Я не заставляю тебя целоваться с ним Пойми, я и боевая техника абсолютно несовместимые вещи Просто пойди и установи его на лафет О боже Вот и все Поаккуратнее со спусковым механизмом С чем? Поаккуратнее со спусковым механизмом Даже слышать не хочу Зато я хочу блондинка или рыженькая Офицер Вестлейк С ума сойти Ненормальная в полицейской форме Наверное, я отстал от жизни Что, черт возьми, здесь произошло? Спроси великого охотника Пулемет случайно выстрелил с кем не бывает Извини, что спросил Слушай, я знаю, что еще не все системы установлены Но ведь мы можем проследить за патрульной машиной Можно подключиться к их бортовой системе видеонаблюдения Зачем тебе? Что-то случилось в центре Пойду посмотрю Мне надо проверить вторую ракетную установку Почему она не сработала? Центральный процессор «Змея» не был синхронизирован С нашей новой дистанционной системой управления Обычные проблемы со связью Думаю, я уже устранила неисправность Отлично Эй, ребята, идите скорее сюда Господи, вы там настоящая бойня? Пока власти не обеспечат нам сотрудничество с полицией Мы ничего не можем сделать Они могут прислать человека в любую минуту И мы должны быть во всеоружии Я не понимаю Эти бабы из кожи вон лезут, чтобы закончить академию Часами торчат на стрельбище Изводят себя в спортзале и что? Да любой громила в темном переулке выбьет у нее пистолет Перестань, она сделала все, что могла Все, что могла? А как же Каппентер? Какой из нее коп, если она не может прикрыть напарника? Ты, кажется, хочешь мне что-то сказать? Женщинам нечего делать в полиции Место женщины на кухне, да? Или в постели Там бы ты не знал, что с ней делать Да Насколько мне известно, твоя жена была не слишком того довольна Поэтому и сбежала Возможно, но я не подставлял своего напарника Какая разница, как она ездит, если не работает оборонительная система? Ты так думаешь? Без своей боевой мощи, эта машина просто груда металла Ясно? Груда металла? Знаешь, может ты и разбираешься во всяких стреляющих штуках Но ты ни черта не смыслишь в автомобилях Ты не можешь отличить гаечный ключ от спидометра Слушай, ты, маленький, никчемный механишка Кого это ты называешь маленьким? Может, хватит? Мне надоело сидеть здесь и слушать, как вы ругаетесь Это не решит проблему Ты прав, Коул Извини, что назвала тебя маленьким Маленьким, никчемным механишкой Ладно, я тоже погорячился Ну да, я погорячился, извини меня Эти бандиты совсем распустились, а мы сидим и ничего не можем сделать Когда змей будет готов к работе Мне пока не удалось наладить связь змеи с базой Проблемы с системой управления Если ускорить процесс, можно попробовать успеть за трое суток Фрэнк, двигатели в порядке на все сто Вставляешь ключ в зажигание, и малышка готова к полету Это ничего не значит Змей не может приступить к работе, пока полиция не даст на это разрешение Пока это произойдет, уже некого будет спасать Я хотел поговорить с тобой наедине, чтобы нас никто не слышал Утром я стал свидетелем того, что произошло в зале Может, объяснишь? Мы с Шелтоном разошлись во мнениях Понятно Вестлайк, я помню тебя ребенка Я с твоим отцом Мы вместе ходили пешком под стул Сэр, если вы собираетесь сделать мне выговор Я бы хотела иметь возможность защищаться Речь идет о повышении Детектив Детектив? Что ты знаешь о проекте Змей? Говорят, это супероснащенная боевая машина Но мы не воспринимали это всерьез Теперь придется Больше года назад была предпринята последняя попытка воплотить этот проект в жизнь И ФБР создала для этого специальную команду Разработчик Эли Феров, механик Фрэнклин Мотерс А водитель? Томас Коу Агент безопасности в ЦРУ Водитель дипломатического корпуса Вы говорите, это последний проект? Была еще одна попытка с другой командой Первый разработчик идеи Джулиан Вилкес Получила место в администрации в Вашингтоне Ватерс тогда испытывал опытный образец Как Змей попал в город? ФБР выделило средства для завершения проекта И выбрало наш город в качестве полигона Мэр долгое время был против появления в городе такого опасного оружия Но после вчерашнего нападения на банк был достигнут компромисс Какой? Вы, детектив Бестлик Власти потребовали, чтобы в этой команде работал офицер полиции нашего города Выбор пал на тебя И я просто буду ездить в машине? В машине? Которая изменит жизнь всего города Твой отец гордился бы тобой К тому же гибель напарника сильно испортила твои отношения с рядовым составом Утренний инцидент может повториться Ты понимаешь? Вот, здесь находится команда Змея Считай это новым шагом в твоей карьере Это не совсем то, чего я хотела Иногда то, чего нам не хочется Оказывается тем, что нам нужно больше всего Я уже слышала это, Аднарди Я уже слышала это, Аднарди Оставайтесь на месте Назовите себя Здесь приказание отдаю я, положите оружие на землю Не раньше, чем узнаю, с кем говорю Вас прислали сотрудничать с командой Змея? Да Я должен удостовериться Ваше имя, номер полицейского значка, звание Камера Вестлик, номер 881 Детектив Замужем? Нет Какое это имеет отношение к делу? Отвечайте на вопрос Мне надоела эта игра Заканчивайте, или я ухожу Еще один вопрос Какой? Вам это еще нужно? Теперь я поняла, что значит первая степень секретности Невероятно 30 лет назад здесь планировали создать центральную станцию метро Выделенных средств не хватило и проект закрыли Привет, я Фрэнки Уотерс, главный механик Фрэнки продержался с нами дольше всех Камерон Вестлик Та самая женщина с наручниками Послушай, у тебя сейчас есть какие-нибудь дела? Полно, а что? Почему ты спрашиваешь? Займись ими До скорого Нас связывают с городом 10 тоннелей До любого места в городе мы можем добраться за 10 минут Давно вы здесь? Почти два месяца Испытываем систему, готовим машину к работе и ждем Чего? Вас Привет Элли Ферроу, системный разработчик Привет Знаете, я, конечно, человек новый И все-таки я не понимаю, как эта машина может спасти город Не эта машина А эта Эта штука называется дефендером Элли, ты не расскажешь нам о технических особенностях? Конечно По бокам расположены пулеметы 50-го калибра Здесь находится реактивная установка Конфигурации боевой части ракеты различны Взрывчатое вещество, шипы, газ Также есть статическая импульсная установка На крыше голограммные отражатели, сканирующий и записывающий датчик Также имеется зонт, оснащенный отслеживающим устройством, лазерным дальномером и другими приспособлениями Сейчас мы еще кое над чем работаем Машина готова к работе? Как никогда Пойдемте, я покажу вам наш мозговой центр Я раскопала кое-какую информацию об этом водителе грузовика Его имя Хэнсон Деккер Системе наблюдения удалось заснять его Служил в спецвойсках Участвовал в войных действиях в Ираке, Боснии и на Кубе Его люди объявлены в розыск во всех штатах за десятки преступлений Включая убийства Они дважды нападают на город, а затем быстро исчезают Я составила список мест, на которые может быть совершено следующее нападение Есть одна интересная закономерность, которая помогла бы сократить этот список Деккер ни разу не брался за дело, где куш был бы меньше двух миллионов Первый объединенный банк, ювелирный магазин, страховая компания То, что надо Не думаю, что его могут заинтересовать охранные агентства или продуктовые магазины Он охотится только на крупного зверя Данные по нападениям, офис обмен на валют, комитет по налоговым сборам, основной фонд заработной платы Улов одинаковые, всегда только крупные суммы Погодите-ка, чего мы голову ломаем? Решение прямо под носом Фонд заработной платы, сегодня последний день месяца Точно Чеки уже обналичены, и сумма в три раза больше обычной выручки Думаю, Деккер уже подписал нам приговор Возможно Просмотри последние полицейские отчеты и обрати внимание на происшествия, связанные с созданием фонда Попытки взлома, нарушителей Есть! Вчера вечером охрана засекла у ворот мужчину с видеокамерой Объект скрылся на мотоцикле Деккер прощупывает почву Здание фонда Сколько? Не меньше шести Я осмотрел место вчера вечером Наверху мощная система безопасности Но это не важно Мы ее взорвем Охрана тоже не проблема Кучка наемных копов да парочка собак Взрываем заднюю стену, забираем из хранилища деньги и смакываемся На все десять минут Успеваем до приезда фараонов Должны успеть за восемь Мне это не нравится Мы запросто взяли банк Да, это было слишком просто, но может не стоит испытывать судьбу Еще одна такая бойня и нам на хвост сядет национальная гвардия Дело того стоит, покончим с этим и валим отсюда, может в Денвер Все идет как надо, ребята Говорю вам, все отлично, к тому же Кто сможет остановить нас? На выход, джентльмены Уверена, что в здании не осталось никого из служащих? Да Мне это нравится Кровь встанет в жилах Это будет историческое столкновение Прекрасно Я бы не был так уверен, если бы не твой опыт Я хочу сказать, твое начальство не случайно выбрало именно тебя Это говорит о твоей компетентности Ради интереса, во скольких перестрелках ты участвовал Хорошему полицейскому не часто приходится применять оружие, но... Ты имеешь в виду вместе с происшествием в банке? Да Это вторая Отлично Это Вестлейк Степень готовности Все системы включены Удачи Вестлейк к змею Вестлейк к змею, возвращайся Это змей Видите что-нибудь? Пока ничего Думаю, мы ошиблись Он не появится Это самое подходящее место для следующего нападения Извини, Элли, я думаю, это твоя фантазия Зря Деккер только что повернул за угол Что там у вас? Они направляются к задней стене здания Какое прикрытие? Четыре мотоцикла Становится все проще и проще Возрывай Это еще что? Беру грузовик на прицел статического пульсатора Устройство готово к бою Ни пуха Черт Что это значит? Элли, пульсатор не работает Пулеметы тоже У тебя должен включиться запасной процессор Сейчас перезапущу систему Дай мне минуту У меня ее нет Не знаю, что это за парень, но он мне мешает Деккер, она бронированная Это уже лучше Уйдите с дороги, я сам разберусь Вставай, вставай, уходим Коу, ты меня слышишь? Что с Деккером? С Деккером? В данный момент он пытается меня поджарить Коу, покрытие долго не выдержит Что с этой машиной? Может кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Дайте мне еще полминуты, я настрою боевую систему Забудь, с меня хватит, я сматываюсь Что это было? Как ты обращаешься с моей машиной? Как ты обращаешься с моей машиной? Мой человек ранен, копы уже на подходе Надо сваливать, или нам крышка Ладно, уходим Ты знал, что Змей не готов? Он был готов, это сбой в системе управления Даже разговаривать с тобой не хочу Ты знал? Понятно, а ты? Мы все знали Просто хотели бы наблюдать за тактикой Деккера Если бы мы сказали тебе, ты бы не выпустила Змеи в город Это точно Но время пришло Для чего? Чтобы начать делать что-то Я закрываю проект Погоди, как же так? Пока машина не будет полностью готова, проект закрыт Но ты не можешь этого сделать Может Согласно контракту, проект Змей находится под контролем местных властей А как же Деккер? Он не из тех, кто меняет свои планы из-за небольшой неудачи Мы могли погибнуть Эта машина должна пройти испытания Это займет неделю За это время будет еще одна кровавая бойня Городу не справиться с Деккером своими силами Ты это прекрасно знаешь Мы будем бороться с Деккером старыми методами Кроме того Если он будет верен себе, его уже давно нет в городе Агрегат Деккера работает от дизельного генератора Циклоп В городе есть несколько магазинов, которые продают и обслуживают такое оборудование Надо подумать Послушай Что? Вы готовите машину, а мы разрабатываем план действий По-моему, она уже это говорила Я серьезно Я думаю, нам надо это проверить Возможно, так мы сумеем выйти на Деккера Притормози, Фрэнки Сегодня нам уже хватит проблем Все просто, говоришь? Клянусь, я не знал А я знаю Это пуля непробиваемая, несгораемая, сверхскоростная машина Я слышал, у Копов появилась такая, но ее никто не видел А я видел, как она перепрыгнула через здание Хэнсон, нам пора уносить ноги Что? Они все предусмотрели заранее Выберемся из города, найдем другую работенку Я не боюсь этой чертовой машины Зря, это первый раз, когда нам пришлось отступить Пусть они присылают хоть 10 машин, хоть целую дивизию Кто не со мной, пусть катятся к чертям Я закончу это дело, даже если придется действовать в одиночку Надеюсь, что эта машина снова появится Послушай, тебе нечего бояться Если поможешь, я в долгу не останусь Так где я могу найти этого парня? В Деним клубе Отлично, большое спасибо А у вас здесь милое местечко Не хватает только пуфиков на полу Было бы вообще шикарно Извините, ребята Рожденная страдать Я знаю, что это значит Что пьем? Минералку По здешнему Послушай, приятель Я здорово устал Весь день искал, где можно купить детали для грузовика Машина сломалась Несколько ящиков с яйцами простаивали Если я отсюда к утру не выберусь Вы задохнетесь от вони Догоняешь? Слушай, я смотрю У тебя тут полно водил Не знаешь? Есть кто-нибудь с дизельным генератором циклоп? Кто бы смог меня выручить? А, приятель? Помоги мне, я в долгу не останусь Может, знаешь кого-нибудь? Поговори вон с тем парнем С этим? Да Поговорить с тем парнем? Верно Привет, как дела? Привет, как дела? Это Деккер Если не хотите получить своего друга по частям Жду вас завтра в 12 в миле от западного моста Советую не делать глупостей и не опаздывать На это пришло по электронной почте Наверное, Фрэнки дал ему адрес Что он делал один в городе? То, что мы должны были делать Я пошел готовить машину Машина останется здесь Я не хочу рисковать проектом ради одного человека Одного человека? Мы ведь команда, Весли Фрэнки наш партнер Ты хочешь и его потереть? Моя задача Обеспечивать безопасность этой машины Мы поедем на встречу с Деккером И попробуем начать переговоры Если ты ошибешься, его убьют Скажешь 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 Девушки отдыхают Перестрелки всегда повышают взвание А где машина? Я хотел рассмотреть ее получше Где Фрэнки? Я не буду вести с вами переговоры Тогда зачем было брать заложника? Так интереснее А зачем эта встреча? 25 лет я служил в войсках и знаю, что такое смерть Я участвовал во всех крупных военных столкновениях На моем счету тысячи жизней Но у меня не было возможности посмотреть своим врагам в глаза Жизнь несправедливая штука Управляемые ракеты, компьютеризированные боевые машины Все это лишает преступления индивидуальности Что ты предлагаешь? Сделку Ваш друг в обмен на эту машину С ее помощью я быстрее управлюсь со своими делами в этом городе У вас сутки, чтобы пригнать ее сюда Иначе получите труп своего механика Ты успела? Датчик под грузовиком Мы сможем последить за ним, куда бы он ни поехал Хорошо Он дал нам сутки Похоже, он планирует еще одно вооруженное ограбление Мне нужно, чтобы к полуночи змея был в полной боевой готовности Забудь про систему дистанционного управления Подготовь машину Я поняла Я запрещаю тебе это делать Можешь писать рапорт, но змеи начинают работу Мы не готовы к такому сражению Должны быть готовы Пока сигналы датчика недоступны Он находится за пределами города Что мы имеем? Машина сделана из очень прочного металла Возможно, это титанический сплав И оснащена обычным оружием И как же мы собираемся остановить его? Вернись на тот момент, когда датчик нашел слежку Повтор У всякого зверя есть свое слабое место Обычно это брюхо Стоп, стоп Большой топливный бак Он легко возгорается Если взорвать его, машина выйдет из строя Как ты это сделаешь? При помощи зонда под грузовик заложен взрывчатку Без контрольного испытания наши шансы 50 на 50 Я это переживу Если переживешь Элиза, работа у нас осталась 2 часа Не понимаю Уже почти полночь, а грузовик не двигается с места уже 6 часов Может, ты ошибся, Коул И он не собирается на дело? Он уже в пути Единственный потенциальный объект по этому маршруту Здание фонда Наверное, старый солдат посчитал, что его миссия еще не завершена И решил закончить ее сегодня ночью? Надо двигаться Я обеспечу работу путевого датчика Будьте на связи Субтитры создавал DimaTorzok Сколько еще? 40 миль сразу за углом Готово? Готово? Да Какого черта? Какого черта ты здесь делаешь? Один парень дал мне эту штуку Он сказал, что хочет разыграть приятеля Он дал мне 100 баксов и велел ждать его здесь Коул, Весли Только что поступил сигнал тревоги из офиса обмена валют Коул! Послушай Коул Поступил сигнал тревоги из офиса обмена валют Это к востоку от вас Деккер провел нас Он там, поехали Похоже, мы опоздали Интересно, где Деккер? Как ты? В порядке Что будем делать? Пока Фрэнки привязан к капоту Мы не можем взорвать машину Осколки снарядов могут повредить броню Ты не сможешь пробить кузов Я и не собираюсь Эли, установи взрывную ракету на вторую пусковую систему Это не поможет Посмотрим Меткий выстрел Осталось уничтожить двигатель Деккер, бросай оружие и вылезай из машины Поставайся здесь Ты в порядке? Да Но мне будет лучше, когда ты снимешь меня отсюда Эли, ты же сказала, что двигатель выведен из строя Так и есть Возможно, дополнительная электрическая система Веслик, залезай в машину и поезжай за нами Я? Ты Эли управляет системой с базой, но кто-то должен везти машину Я с тобой, Веслик Я с тобой, Веслик Моя спина Ну же, Коул Коул Останови грузовик Вы несетесь на здание центральной больницы Я не могу остановить его Тебе придется его взорвать Веслик, ты слышишь меня? Слышу Обойди грузовик и постарайся не снижать скорость Давай, отцепи меня Веслик, старайся ехать недалеко от нас Что? Когда мы прыгнем, прибавь скорость, уводи машину в сторону Ясно Эли, запускай зонт Но вы еще на грузовике? Быстро Ты готов? Нет Прыгай Эли, взрывай Держись Держусь Боже Вы только посмотрите на это Какое варварство Ты хоть понимаешь, чего мне это будет стоить? Это же неделя работы Только посмотри на эти царапины Будто на ней чечетку отбивали В следующий раз я сниму туфли Буду признателен Люди Деккера задержаны на выезде из города Большую часть денег удалось вернуть Неплохое начало Ну что, детектив Эстлейк, вы еще не передумали работать в команде? Пожалуй, еще немного помучаешь Ты уверена? Иногда то, чего нам не хочется, оказывается тем, что нам нужно больше всего Здорово сказано Я очень плохо выгляжу В фильме снимались Джефф Каак Хиттер Мидуэй Джо Нипоут Доун Стерн Продюсер Роберт Бенджамин Автор сценария Томми Томпсон Режиссер Дэнни Билсон Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин